Привет, друзья! Сегодня мы разберем, как сказать о том, что кому-то следовало сделать что-то такое, что в итоге не было сделано, и это нехорошим образом отразилось на имеющемся результате. Звучит сложно, но понять и запомнить просто. Также мы рассмотрим частую ошибку, совершаемую даже на этих спикерами, так что продолжайте смотреть. Когда мы хотим сказать, что кому-то следовало, нужно было сделать что-то в какой-то ситуации, но это не было сделано, используем конструкцию should have плюс смысловой глагол в третьей форме. Например, ваша подруга мечтала о красивом платье, но так и не решилась купить его. И вы говорите, тебе нужно было купить это платье. You should have bought that dress. А бывает и ситуация наоборот. Подруге не следовало бы покупать это платье, так как оно ее полнит. Тогда вы добавите к глаголу should частицу not и скажете You shouldn't have bought that dress. Вот еще один хороший пример. Мы говорили тебе купить этот дом. Тебе следовало купить этот дом. We told you to buy that house. You should have bought that house. We told you to buy that house. You should have bought that house. I couldn't afford that house. Давайте составим свои собственные примеры. Мне нужно было усерднее учиться. I should have started harder. Тебе стоило послушать совет своих родителей. You should have listened to your parents' advice. Мне нужно было рассказать тебе об этом. I should have told you about it. Мне следовало извиниться перед ней. I should have apologized to her. А теперь отрицательное предложение с частицей not. Мне не следовало доверять им. I shouldn't have trusted them. Тебе не следовало оставлять ее одну на улице. You shouldn't have left her alone in the street. Мне не стоило есть так много торта. I shouldn't have eaten so much cake. Также хочу рассказать вам такой интересный момент. В предложениях с этой конструкцией иногда совершают ошибку даже носители языка. И связана эта ошибка с глаголом в третьей форме. Если глагол правильный, то в третьей форме к нему прибавляется окончание ed. Например, listen listened. Если же глагол неправильный, мы выбираем третью колонку в таблице неправильных глаголов. Например, break, broke, broken. Нам нужна форма broken. А теперь слушаем, что говорит Джоуи из друзей. I made a huge mistake. I never should have broke up with her. Он говорит, I never should have broke up with her. Хотя правильным вариантом было бы предложение. I never should have broken up with her. Так что возьмите себе на заметку, только третья форма глагола. На сегодня все. Если понравился урок, ставьте большой палец вверх, оставляйте свои комментарии и следите за выходом новых видео. С вами был Кирилл. Спасибо за то, что смотрите. Скоро увидимся.